Матч с Оренбургом, воскресенье, 11.30, после Ливеркузина, я так понял, то что, ну, по крайней мере, по словам Палыча выходит так, что локомотив летел в Оренбург непосредственно из Ливеркузина, да, то есть остались на подольше в Германии, немножко пришли в себя, поехали в Оренбург и, ну, каким-то образом немножко сократили то время в перелетах, которое бы негативно сказалось на восстановление. Ребят, это хорошо, но явно недостаточно. Я выпустил ролик, в котором постарался объяснить, почему без ротации на Оренбург, ну, очень плохо будет, да, для локомотива выходить без ротации. Палыч меня не послушал, Палыч, как обычно, играет какой-то основной обоймой, слава богу, это сработало, значит, Палыч полностью прав, значит, контролировали ситуацию, значит, ну, как минимум на Зенит мы выходим с составом, который не потеряет ничего по дисквалификациям, и, ну, надеюсь, ничего не потеряет по травмам, потому что Крыховика заменили явно по какому-то повреждению, но вроде по информации из клуба, что ничего страшного с Крыховиком не произошло. Он получил свою статуэтку и спокойно будет готовиться к Зениту или к Балтике, я не знаю, опять же, да, что Палыч придумает. В предыдущие годы кубковый матч не был поводом серьезно менять основной состав и на ту же Балтику, и на крылья Советов, которые тогда еще играли в ФНЛ, мы выходили, ну, практически основным составом, ну, так, с небольшими изменениями, но, тем не менее, да, там все Смоловы и Мирончуки были на месте. Надеюсь, сейчас все-таки, все-таки сейчас у нас есть кому играть и кто игровое время практически не получается, и что эти люди получат игрового времени. На Оренбург вышли все те же самые, за исключением одной замены, причем довольно, ну, не самый такой ожидаемый. Вместо Мации Рыбуся вышел Дмитрий Живоглядов. Я предлагал, да, одного из крайних защитников поменять, потому что крайние защитники бегают больше всех в команде, и именно крайних защитников Байер очень сильно загонял, что Мации Рыбуся, что Влада Игнатьева, поэтому, ну, мне казалось то, что, ну, логично выпустить на фланг, например, Брайана Идова вместо Мации Рыбуся, либо Дмитрия Живоглядова вместо Влада Игнатьева. Обоих вместе скорее нет, потому что мы видели, как два наших крайних защитника умеют привозить голы, но, как минимум, ну, то есть, как бы все-таки замена по... О, спасибо большое. Тим, привет, с победой. Как думаешь, живо теперь глубокий запас после сегодняшнего перформанса или нет? Спасибо за контент. Спасибо большое за донат. Я чуть позже отвечу по Живоглядову, да, я, естественно, тем Живоглядову после такого матча нельзя пойти стороной. Обязательно отвечу на этот вопрос, но чуть позже давайте о мысли своей докончу. Но заменить оба этих фланга, да, и правый фланг, и левый, на тех футболистов, которые, ну, все-таки профильные. Мы же сделали гибрид. Мы заменили Рыбуся на Живоглядова, Живоглядова отправили направо, Влада Игнатьева отправили налево. Мы такой вариант уже видели в игре с Сочи и, ну, честно говоря, не очень понимаю, в чем суть эксперимента, потому что Влад слева, ну, дает тот объем работы, который он умеет давать, но при этом явно позиции ему не знакомы, и он постоянно теряется, да, в ней. В итоге две подачи пришли сегодня с левого фланга, в этот момент Влад был где-то внутри штрафной, ну, в общем, не мог никак заблокировать эти передачи, и в целом довольно много летело с левого края, гораздо меньше, чем когда Влад играет справа, чем летит справа, когда он там играет. Вот. А Живоглядов не дает того объема, который дает Влад Игнатьев на правом краю. Мы видели, как Влад играет с Эльвер Кузиным справа, и во всех предыдущих матчах, как Влад играет. Огромное количество, что сзади, что впереди, у Влада все получается. Здесь мы в итоге немножко ослабили самого Игнатьева, отправив его налево. Ничего опасного Влад так и не сделал, да, не в атаке, ну, кроме заблокированного удара после углового, но это не от позиций зависит. И в обороне тоже Влад не был безупречен. Зато правый край Живоглядов, ну, гораздо слабее, чем мы привыкли это видеть. И дело даже не в этих двух голах, которые пришли при непосредственном участии Дмитрия Живоглядова. Я в Телеграме сделал разбор, и да, Живоглядов был крайним ко всем футболистам, которые забивали у Оренбурга, но основная проблема была именно в отсутствии взаимопонимания, кто кого держит между Живоглядовым и Хеведасом. Оба раза Хеведас был уверен, что игрока за его спиной держат Живоглядов. Живоглядов же дергался между двумя игроками и не понимал, кого крыть. Оба раза не угадал. То есть, да, есть проблема, но главная проблема Живоглядова не в том, что два гола прилетело. Здесь нужно разбираться, почему Хеведас отчасти мурил, который тоже мог помочь, и Живоглядов не могут разобраться, кто кого держит. Это коллективная достаточно ошибка. А вот то, что Живоглядова и крутили на его фланге, и то, что впереди он не может ничего создать, и в целом вообще не запоминается ничего позитивного, вот сколько уже прошло, там, 2-3 месяца чемпионата прошло, я все равно ничего не могу вспомнить, хоть сколько-нибудь позитивного от Дмитрия Живоглядова. Это большая проблема, и шансов ему дается очень много. За это время уже, ну, там, Мурило, например, показал, почему ему стоит доверять, и почему его стоит выпускать на поле. Он здорово играет, да, там, Жуао Марио вообще с первого матча начал выходить и показывать класс. Лука Джорджевич выходит пока очень мало, и мы, кроме вот этого сейва Чернова, ничего не можем о нем вспомнить, но и времени Луке Джорджевичу дается мало. А Живоглядов — это то приобретение Лето, которому времени дается много, а какого-то профита от выхода Живоглядова я, честно говоря, не вижу. В обороне достаточно слабо, в атаке вообще никак. Ну, пока будем, конечно, дальше смотреть, но полное ощущение, что в это приобретение мы не попали. Привет, с победой. Ну что же, если не получили ротации, в которой нуждались в этом матче, то на Балтику ждать Тугарева, Луку и прочих засидевшихся, или Палыч будет играть основой на результат, как думаешь? Ну, я с этого начал. Спасибо большое тоже за донат. Я с этого начал. Я не знаю, что придумывает тренерский штаб. Я не могу думать за Палыча, за Пашинина, за Ласькова, Аганисяна, Батуренко и прочих. Они знают, что с командой, могут ли они выдержать эти нагрузки, готовы ли ребята, которые сидят на скамейке. Они знают это лучше, чем знаю я, естественно. Поэтому я могу, только рассуждая здесь перед веб-камерой, перед вами, думать, как было бы лучше. Мне кажется, что недельный отдых нашей команде перед «Зенитом» необходим. Да, вот тому костяку людей, которые мы считаем основой, этот отдых, ну, просто жизненно необходим. Не дай бог травмы, не дай бог Балтика будет там играть матч своей жизни и влетать там шипами в колено. Не дай бог. Сегодня мы вот видели, как Владу Игнатьеву досталось просто в колено. Мы видели, как Криховик ушел с поля. Сердце ёкает каждый раз, потому что у нас нету замены этим ребятам. На Балтику, ну, это кубковый матч против команды, которая не очень хорошо играет в ФНЛ. Да, она будет биться, бороться и показывать все самое лучшее, что только умеет. Но, блин, ну, правда, мы только что завевали кубок. И матч, который будет через три дня после Балтики с Зенитом, он, ну, в миллион раз важнее. Поэтому, ну, давайте все-таки, вот я настаиваю на то, что давайте все-таки на Балтику мы отправим людей, которые, да, не ровнят тем, что вот у нас сейчас являются основой, да, Коломейцев, Джорджевич, Брайан и Дову, отчасти Эдер, который мало получает практики. Они, конечно, все хорошие футболисты, действительно хорошие футболисты и достойно играть в РПЛ. Они сильнее, чем Балтика. Они немножко не сыграны, потому что они мало получают игровой практики. Но эти люди, ну, должны доказать, для этого кубковые матчи, наверное, на ранних стадиях и существуют. Давать практику тем футболистам, которые мало играют. Возвращаемся к нашим баранам, ну, не баранам, а нашим футболистам замечательным, к нашему составу. Все остальное, кроме крайних защитников, осталось на том же самом уровне, что и с Ливеркузиным, да. Два центральных защитника Чурлука Хеведос, по-прежнему нету к Верквелли даже близко. Перед ними Мурила стоит, опорник. Теперь Мурила — это опорный полузащитник. И в этом матче Мурила снова показывает и раскрывается для нас в каждом матче с новой стороны. В этом матче Мурила, кроме того, что волнорезил, останавливал атаки, страховал справа, страховал слева, он еще достаточно неплохо тащил мяч вперед в нескольких ситуациях. На рекордер с победой. Пили потом с него классные интервью. Спасибо большое. Буду стараться. Есть несколько идей. Но техника какая-никакая нужна. Он брал мяч, он проходил вперед, в том числе на дриблинге, да, то есть обходя полузащитников, опорников, игроков Оренбурга. И это очень здорово, потому что такое движение мяча, оно очень серьезно рушит построение защищающихся команд. Если мы сможем двигать мяч через центр и заставлять игроков Оренбурга эти самые линии ломать, у нас будет много шансов. В этом матче Мурила двигал, но дальше у него не получалось отдать там обостряющую передачу. Она шла куда-то там поперек и успевал Оренбург после этого перестроиться. Но если, да, Мурила продолжит прогрессировать и после прохода, обхода там двух-трех человек, еще будет и передача куда-то развивающая вперед там на фланг между линиями, это будет прям вообще здорово. И я очень рад тому, как раскрывается Мурила на позиции опорного, что, соответственно, дает возможность Баринову и Криховику действовать так, как они сейчас действуют, и быть главными действующими лицами локомотива. Да, у нас нету двух мирничуков, на которые мы привыкли, собственно, равняться, отдавать им мяч для того, чтобы развивались атаки. Но теперь у нас есть Баринов, есть Криховик. Они не такие креативные, они берут за счет огромного количества покрываемого расстояния, работы с мячом, вбегание в штрафную. Помните, сколько я говорил о том, что у нас опорники, наши центральные полузащитники вообще не ходят внутрь штрафной площади, из-за этого фланговые передачи, из-за этого передачи в штрафную обладают низким коэффициентом полезности. Там только Смолов, там, дай бог, еще кто-нибудь из крайних нападающих, и, естественно, защитникам просто отбиваться. Сейчас у нас постоянно Криховик внутри штрафной площади, постоянно Баринов поджимает штрафную площадь. И вот сегодняшний гол, первый гол, это, говорил, опять же, когда делал нарезку для Телеграма, что этот гол точно войдет в топ моих лучших голов этого чемпионата. Насколько все было здорово сделано в касании, в открывании, помощь друг другу, что, ну вот, реально смотришь на это и видишь классную команду. Когда забиваются такие голы, ни у кого не может повернуться язык, сказать, что у Локомотива нету игры и непонятно, как они забивают. Да, все четко понимают, куда бежать, куда отдавать передачи, куда открываться. Да, не всегда получается с исполнением, но по мысли вот в этот раз все прошло, и гол просто красивейший. Мне прям очень понравилось. Я такие голы люблю, наверное, больше всего, потому что, ну, дальние удары, залетит, не залетит. Вот один раз залетает, 10 раз потом мимо ворот этот человек еще бьет. Голы на дриблинге, это здорово, но, опять же, часто очень получается, что человек пятерых обходит, а после этого поверил в себя и начинает упираться в ближайшего раз за разом. У нас Мануэл Фернандеш, например, таким часто грешил. Вот, а здесь передача, передача, передача. Вроде все просто, все очень просто, да, но когда смотришь на это, кажется, что раз отдал, раз отдал, раз отдал. Но из-за скорости перемещения мяча, из-за точности передач сопернику, даже обороняющимися большими силами, очень тяжело этому противостоять. Так что Баринов и Криховик, благодаря позиции Мурилы, сейчас с новой стороны для нас всех раскрываются. Это очень здорово и очень приятно. На флангах Жуао Марио и Рифат Жамалединов, и Жуао Марио снова проводят матч сильнее, чем предыдущий. Надеюсь, что потолок его возможностей мы узнаем не скоро, но пока действительно каждый следующий матч, который проводит Жуао Марио, сильнее предыдущего. В этой игре он уже бегает 90 минут, помогает и здорово сохраняет мячи, здорово развивает атаки. Это не предел его возможностей, в некоторых ситуациях он все еще ошибается, когда, наверное, ошибаться не должен, но пока что, насколько я понимаю, у него едва ли не в каждом матче за Локомотив по голевой передаче. Не помню, чтобы у нас кто-то так же здорово стартовал из игроков центра поля. Да, пока еще ждем забитых мячей от Жуао Марио, но, тем не менее, есть у него и моменты для того, чтобы забивать. Ну, а голевые передачи это то, что я от него ждал и то, что он нам дает. Это прям очень здорово. Честно говоря, не ожидал, что именно так здорово Жуао Марио вольется в нашу команду. Ну, наверное, травмы этому поспособствовали сейчас очень сильно. Конструктив, да, в отсутствии Алексея Мирончука, Антона Мирончука зависит именно от Жуао Марио, и партнеры его нагружают. Привет, как оценишь игру Жуао Марио? Пожалел в концовке мяч и не отдал Эдеру на 100% гол. Во-первых, не Эдеру, а Абрайану и Дову. Можете посмотреть повтор, Эдера там даже близко не было, Абрайан и Дову поддерживают атаку. Да, надо в той ситуации отдавать передачи. Но это как раз именно желание Жуао Марио забить гол. Даже, ну, можете вспомнить его интервью о том, какие цели перед собой ставит Жуао Марио на этот сезон. Жуао Марио сказал, что его цель это забить 10 мячей в Премьер-лиге. Это было после того, как его признали лучшим игроком предыдущего матча в Сочи. Он сказал, что его цель на этот сезон это забить 10 голов. Ему очень хочется забить, и отсюда его удары, отсюда вот выход один на один и попытка пробить вместо того, чтобы отдать передачу. Есть, есть эта самая неуверенность в себе, есть желание заявить о себе как о суперкрутом футболисте. Это делается через голы. Возможно, таким образом передать привет в Италию, но будем надеяться, да, что Марио, который освоится в локомотиве, будет чувствовать себя именно своим, будет отдавать передачи в таких ситуациях и радоваться за партнеров. Ну, пока что, пока что хотел сам решить. Ну, имел на это право, да, это выход один на один, чистейший. То, что он сам его решает, это не какая-то жесточайшая ошибка. Хотелось бы, да, чтобы разыгрывали такие варианты доверного, и это, кстати, одна тоже из мыслей, которая меня преследует в последние матчи. У нас что с Байером, что с Сочи, что с Оренбургом постоянно есть выходы с численным преимуществом. Три в два, четыре в три, три в ноль, как последние атаки на Оренбург. И мы умудряемся их запарывать, да. В тех ситуациях, когда хорошая команда забивает, там, девять из десяти мячей, мы умудряемся даже ни одного не забить и в большинстве атак даже до удара не доводить. Это мне очень не нравится. С Мирончуками мы такие атаки гораздо эффективнее реализовываем. Без Мирончуков вот три матча подряд наблюдаю просто какую-то творческую импотенцию. Никто не понимает, как вложить мяч в ногу, в какой ситуации лучше пробить, в какой ситуации отдать направо, в какой налево. Это вызывает опасения и если мы в таких ситуациях начнем реализовывать хотя бы половину своих моментов, я даже не знаю, сможет ли нас кто-то остановить в РПЛ. Таких моментов вот реально очень много стало возникать и при этом мы их очень-очень сильно транжирим. Это не нравится, с этим нужно что-то делать, ну, при том, что упражнения вот как раз атакующие там три в два, это стандартная тренировочная сессия, которая есть у любой команды, что детской, что взрослой, всегда такие упражнения присутствуют. Довольно странно, почему мы их не реализовываем. Еще момент, да, что хотелось сказать, вроде, в обоих, по-другому скажу, нам очень повезло то, что свои голы, что баринов, что смолов с пенальти мы забивали в начале таймов, нам удавалось реализовать те моменты, которые у нас есть. Это очень здорово, это очень круто, потому что явно, совершенно явно силы у нас было примерно на 15 минут каждого из таймов. После этого мы упорно отдавали мяч сопернику, после этого мы практически не комбинировали, не держали мяч в своих ногах, и Оренбург получил возможность накатывать одну атаку за другой, одну за другой, давать мячи на флангах, вешать, простреливать. Как Федотов, тренер Оренбурга сказал потом, что было примерно тысяча прострелов в нашу штрафную площадь, это недалеко от истины, потому что действительно было очень много таких моментов, что справа, что слева, здорово, что снимали, что Хеведос, что Чурлука. Но лучше бы мы просто контролировали мяч и не давали сопернику возможности забить. Как, например, мы взяли его на 82-й что ли минуте под свой контроль и спокойно катали его, не особо не пытались доставлять его в чужую штрафную, но иногда доходило. Доходило, и сначала там Хеведос с Мурилу умудрились не переправить мяч с 5 метров, пустые ворота, ну а потом пришел гол Эдера со штрафного. Забили его снова, откатились назад и получили второй. Тоже на самом деле не стоит так делать, но могли мы это делать, но вот после 15-й минуты каждого из таймов, а во втором тайме, наверное, после 10-й минуты, мы явно действовали в режиме экономии физических сил. Меньше бегали, меньше старались, ну точнее старались, наверное, так же, но меньше получались точные передачи, поэтому постоянно давали их сопернику. Нехорошая, опять же, тенденция, которая из-за того, что сколько мы уже матчи подряд проводим, третья выездная, и на каждую из них сил тратится очень много. Так, что еще хотелось сказать? Хотелось сказать о том, что здорово вышел Эдер, вышел на замену вместо Смолова, и это замена, которую мне хотелось видеть и в Ливеркузене тоже, но Палыч тогда придержал Эдера. В этот раз Эдер вышел и делал именно то, что я и, собственно, хотел от него видеть. Он цеплялся за мячи, он здорово боролся в воздухе и скидывал эти мячи партнерам, благодаря чему, собственно, и получилось отодвинуть игру от своих ворот и даже забить третий мяч. Это приятный уровень игры от Эдера, и то, что он забил свой второй мяч в чемпионате, победный гол в этот раз получился. Может быть, и зря мы его списываем. Все-таки игрок очень полезный, и для таких моментов я даже не знаю, можно ли о чем-то более эффективном и лучшем мечтать, потому что он реально умудряется зацепиться своими корявыми ногами за все на свете и момент в углу поля, когда он добежал до мяча, ушел во фланг к угловому флажку. Я думал, сейчас он будет там тянуть время, а он умудрился развернуться и отдать на пустое пространство Живоглядову, который, к сожалению, безобразный. Своим мячом распорядился, своим шансом, но вот такие вот моменты каждый раз Эдером заставляют восхищаться. Ну и гол победный, в любом случае, за это мы большое спасибо. Это твердая боевая единица, на которую мы можем рассчитывать. По Джорджевичу пока такого сказать нельзя, про Эдера 100% можно. Коломейцев сегодня вышел и сыграл явно хуже, чем Джегош Крыховик, но, тем не менее, тоже, видимо, рассматривается Палычем, как человек, который в центре поля может как минимум не ослабить игру. Через, сколько у нас, три дня получается матч в Калининграде. Думаю, что все-таки состав нужно менять, ротировать, просто для того, чтобы все сильнейшие сыграли зенитом. Коченков или Медведев в воротах, справа, получается, Живоглядов в центре. Ну, допустим, если здоров Кверквелли, а если не здоров, то Хеведос, Мурила. Слева Брайан и Дову. Два опорника Куликов-Коломейцев, либо Мурила-Коломейцев. И фланги Тугарев с... даже не знаю, кто у нас может быть справа на фланге. Жуао Марио, но, может быть, Жуао Марио тоже нужно дать отдохнуть. Джорджевич, возможно, и в атаке Эдер с... не знаю, просто Эдер. В общем, ну, такой вот второй состав по максимуму. Я думаю, что нужно на балочку выпускать. Все, много говорю, поэтому нужно останавливаться и читать ваши вопросики.